Книга «Открытым оком», 18-й том, тема «Мусульманство», вопрос 3239. «Что касается целомудрия, то мужчины с юга такие похотливые, ржут на всех женщин, как жеребцы. Что же делается дома у них, где они без русских, сдерживающих их?» Отвечает Игнатий Тихомич Лапкин. «Вы даже представить себе не можете, что их отношение к женщинам дома регламентируется Кораном, а это не то, что здешняя Конституция. Там они ходят по струнке и не ржут, а тихо и умильно глаголят». Коран, 24 сура, 2 яд. «Прелюбодея и прелюбодейку, побивайте каждого из них сотни ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы верите в Аллаха и в последний день, и пусть присутствует при их наказании группа верующих. Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а прелюбодейка на ней женится только прелюбодей или многобожник. И запрещено это для верующих. А те, которые бросают обвинения в целомудренных, а потом не приведут четырех свидетелей, побейте их восемьюдесяти ударами и не принимайте от них свидетельства никогда. Это распутник. «Кроме тех, которые потом обратились и исправили, ибо поистине Аллах прощающий милосердь. А те, которые бросают обвинения в своих жен, и у них нет свидетелей, кроме самих себя, то свидетельства каждого из них – четыре свидетельства Аллахам, что он правдив. А пятое, что проклятие Аллаха на нем, если он лжец, и отклоняется от нее наказание, если она засвидетельствует, четырьмя свидетельствуют Аллахам, что он лжец. А пятое, что гнев Аллаха на ней, если он правдив. «Поистине, те, которые любят, чтобы разглашалась мерзость от тех, которые уверовали, им мучительное наказание в ближайшей жизни и в последней. Ведь Аллах знает, а вы не знаете». 23 аят. «Те, которые бросают обвинения в целомудренных, небрегущих верующих, прокляты они в ближайшей жизни и в последней. Для них великое наказание. В тот день, как будет свидетельствовать против них их языки, их руки, их ноги о том, что они делали. В тот день полностью воздаст им Аллах по их истинной вере, и они узнают, что Аллах – это ясная истина. Мерзкие женщины мерзким мужчинам, и мерзкие мужчины мерзким женщинам, и хорошие женщины хорошим мужчинам, и хорошие мужчины хорошим женщинам. Они не причастны к тому, что говорят. Им прощение и благородный надел. Святая Библия. Сравнение. Матфея 5.28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Сирахов 26.23. «Не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену». 1 Коринфянам 7.1. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщин». Римлянам 7.3. «Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей выйдет за другого мужа». 1 Коринфянам 7.39.40. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободна выйдя за кого хочет только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия». Стихотворение. Со стороны в кино и наяву мы видим смерть безбожников несчастных. То перережут горло, жизнь прервут, то рак, туберкулез и затяжная астма. С ударом тяжким наступила отбой. Кровь в жилах замерзает холодея. И тело стало трупом не само собой. Вник перевернута на гребне волн ладейка. «Кого-то пожалеют, отпоют, имущество поделят, разбазарят. И за квартиры бой, за наш уют. И не наследники у гробов, просто псарни. И холм земли, и траты на венки. За упокойные застолья, часто с пьянкой. Некролог даже тиснут в дверь строки. Повылезут наследники опяток. Но что же дальше сразу и потом? Уже в нездешнем мире и в пространстве, Когда бьют гвозди сверху молотком, Какие развернулись тотчас страсти? Мытарство первое, а их, как пишут, двадцать. Удастся ли, освоившись, осилить? Заслугами земными там не придется хвастать, А тех проступков словно в бочке кильки. Про каждое в отдельности расспросят, Зубовным скрежетом бесовское отродье, И в пропасть адскую нас с лестницы не сбросят, Хотя по внешнему святым казался вроде. И только вера в жертву Иисуса, В его страдания и кровь за нас Христову, Поможет там и ею все спасутся, Когда при жизни возродились снова. А если жил греховно и безбожно, И даже если верил кое-как, Там встретят сразу демонские рожи, Утащат в тартер или в жуткий ад. 2006 год, Игнатий Тихоныч Владкин